Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. В Сургуте этим летом планируют отремонтировать 14 образовательных учреждений. Тему обсуждали на заседании Комитета Думы по социальной политике. Руководитель Департамента архитектуры и градостроительства города Александр Коновалов рассказал, что на эти цели потратят почти 400 миллионов рублей. При этом четверть суммы, 93,5 миллиона, уйдет на восстановление работоспособности двух блоков 31-й школы. Ей нет еще и 10 лет, однако столь внушительные вливания требуются из-за трещин, которые обнаружили на полу и стенах. Специально комиссия выявила причины их образования, была заказана и разработана проектная документация, которая легла в основу расчетов. Вот эта школа, она построена совсем недавно, в 2014 году. И она уже у нас стоит в плане, в перечне объектов для капитального ремонта за счет средств местного бюджета. Я понимаю, что ее тоже надо ремонтировать, но с чем связано такое приоритетное новое здание, недавно построенное, и сразу же у нас попадается в план ремонта, при том, что есть школы, которые менее требуют такого же отношения. Возможно, это обеспечение безопасности детей и педагогов, которые работают в демократическом учреждении. Что касается причин возникновения, да, мы понимаем, что, скорее всего, были допущены как проектные решения, так и, возможно, в ходе строительно-монтажных работ. Но так как, по сути, строительный обзор существовал сам за собой непосредственно инвестор, вы знаете, что это достаточно сложно, потому что его сегодня уже не существует как какого-то данного юридического лица. Что касается претензионной возможности, претензионной работы с проектной организацией, то мы изучаем этот вопрос и планируем ее провести. Ремонтировать в 31-й школе будут блоки А и Г. Там требуется провести восстановление дренажной системы. Это позволит исключить подтопление корпусов здания грунтовыми водами и обеспечить безопасность педагогов и школьников. Больше 700 человек и 300 единиц техники работают на строительстве второго моста через Обь. Сейчас специалисты выполняют погружение и бетонирование 13 опор. Всего их будет 16 и еще почти столько же пролетных строений. Две опоры будущего сооружения смонтированы на 95%. Параллельно на подъездной трассе возводят 4 моста и 3 путепровода, один из которых будет построен через железную дорогу, а остальные войдут в состав транспортных развязок. На двух объектах полностью завершили сооружение свай и уже приступили к монтажу пролетов. Также построена временная дорога переправа через реку Полой. На 40% выполнена отсыпка земляного полотна основного хода автомобильной трассы. Подрядчики идут с опережением графика. Общая готовность около 15%. По контракту работы должны быть завершены в феврале 2026. Накануне в Югре стартовал прием заявлений на социальные сертификаты на путешествия для школьников. В прошлом году наш регион стал пилотной площадкой для реализации этой программы. Чтобы получить документ, родители и ребят, учащихся в классах с 5 по 9, должны подать заявление на портале социальных услуг Югры. Его адрес вы видите на экране. После выдачи сертификата нужно будет в течение 12 дней выбрать одну из предложенных программ путешествий. Получив электронный сертификат, родители получают возможность выбрать программу, которая предусматривает двудневное путешествие с трехразовым питанием и проживанием в трехзвездочном гостинице, отеле. За прошлый год посетить достопримечательности округа смогли около 5000 школьников. Тысяча из них – дети из Сургутского района. В этом году сертификатов планируют выдать столько же. В списке программ путешествий интересные места Сургута, Коголыма, Нижневартовска, Белоярского, Югорска и Сургутского района. В последнем муниципалитете специалисты профильного управления администрации в рамках соглашения с туроператорами обновили программу, добавив в нее точки, которые позволят школьникам больше погрузиться в атмосферу и историю родного края. Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Быстро, эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте 39 04 28. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамеры в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765 708. Не забудьте проверить женское здоровье. В центре Акватория появились новые важные направления. Прием гинеколога и мамолога. Здесь же можно пройти исследования. УДИ, флюорография, мамография, рентгенография. Также проводятся обследования перед пластической операцией. Прием ведут врачи высшей категории. Обследуйтесь вовремя в центре Акватория. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться.